Духовное пробуждение Что мы сюда отнесем? Во-первых, это традиция духовных исканий Очень длинная, давняя, постоянная Традиция духовных исканий на Руси Мы с вами делали обзор истории разномыслей и исканий Познакомились со всем этим причудливым конгломератом разных движений, течений, направлений Здесь проявился как раз дух богоискательства Который был свойственен русскому народу изначально в течение многих веков Второй фактор духовный Неудовлетворенность официальной церковью Православная церковь была в состоянии глубокого кризиса Во второй половине 19 века Особенно плачевное положение было в сельских регионах В сельских приходах Еще там среди духовенства процветало пьянство Беспробудное Священники пьянствовали Кроме того, священники были загружены всякими бытовыми проблемами Нужно было пахать землю, сеять У многих из них были большие семьи И у них совсем не оставалось времени на духовную работу, на духовное просвещение Народ, таким образом, не получал удовлетворения своих духовных запросов Он видел все это, видел несоответствие И искал лучшего, глубокого Распространение священного писания Один из важнейших духовных факторов А тем более, когда народ получил доступ к Библии Он стал сравнивать неминуемо Что вот библейские идеалы, вот библейский принцип, а вот она реальная жизнь Аж коль духовенство на таком низком духовном уровне находится То что же ожидать от прихожан, от простого народа У которого практически не было никакого понятия О настоящей духовности Только одни обряды Обряды верия Приметы, суеверия языческие Еще одно явление можно отнести к духовным причинам Оно как раз заявило о себе во второй половине XIX века Несмотря на то, что вот были такие явления кризисные, упадок духовный, низкий уровень духовного состояния Но вдруг вот в это время над Россией начинает витать дух покаяния Дух покаяния от Бога Несмотря на темноту такую, на невежество, вдруг проявился дух покаяния В разной форме он проявлял себя Не обязательно в буквальном смысле, как мы понимаем покаяние Кто хочет покаяться, выйдите вперед И братья наложат на вас руки И вы отдадите Богу Кто хочет отдать Богу душу, выйдите вперед Братья наложат на вас руки Смотрим преображение Бог в Уганте Не смотрели, как в Уганте покаяние сплошное Нет Прям шли на работу и в одной церкви Да, сейчас как раз такие континенты, как Африка, Африканский континент Занимают лидирующие положения В движении пробуждения, возрождения Южная Америка В России с движением к покаянию были связаны вот такие явления Например, меценатство российское Что были такие крупные предприниматели Как Рябушинские, династии Рябушинских Династии Мамонтовых Династии Морозовых Эти люди вдруг Неожиданным образом начинали Осуществлять Очень широкие благотворительные акции Выделять огромные средства на строительство Домов престарелых Больниц Детских приютов И это было не просто вот проявление такого гуманизма человеческого Человеколюбия Но это было плодом того, что у них внутри происходило Внутреннее движение Да, вдруг вот совесть так пробудилась Вдруг они подумали о Боге И решили вот такой плод покаяния принести Это что-то вот напоминает нам Закхея Начальника мэтрии, человека богатого Он встретился со Христом И какой сделал заявление? Какой плод покаяния он принес? Да, половина имения моего раздам нищим Если кого обидел, воздам четверо Покаялась душа И тут живут практически плоды Стояния реальные Практической жизни Несколько вот такие похожие порывы Были и у наших российских меценатов Очень богатых У Рябушинских, у Морозовых У Мавонтовых Что-то сделать во имя Божие Во славу Божией Как-то помочь людям Этот дух покаяния Заметили Как наиболее чуткие люди Писатели, художники В художественных образах Смогли запечатлеть вот это явление Достоевский пишет роман Под названием «Преступление и наказание» Где развивается тема покаяния Самоосуждение Сокрушение Размышление Поиск Где истина Кто прав Кто виноват Самоанализ Такое самопознание Все то, что связано С шагами покаяния С приближением к Богу Лев Толстой Написал большую Публицистическую работу Нет, это еще не «Воскресенье» «Воскресенье» Мы подойдем позже «Воскресенье» Это роман А это больше Вот такой публицистический очерк Это то, что называется Исповедь Исповедь Другое название покаяния Синоним Исповедь Если вы возьмете эту вещь Толстого И прочитаете ее Она небольшая По объему ее можно быстро прочитать То заметьте Вот такую Там закономерность Интересную План Этого произведения Этап Ступени Исповедь Толстого Очень-очень похожа Почти один к одному Напоминает Свидетельство На наших Гимназиционных собраниях Вот как Брат у нас в Тамбове Свидетельство Прошлым летом На сцене Участник велоэкспедиции Прошлая жизнь Обращение Моя новая жизнь Вот такие пункты Такая структура Присутствует И в исповеди Льва Толстого Он осуждает себя Он рассматривает свою жизнь Начиная с детства Разбирает свои увлечения Чем он занимался Чем увлекался Много он Отметает Отрицает И говорит Вот я шел 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 И вдруг увидел Перед собой пропасть Бездно Оглянулся на прошлую жизнь И Понял, что Много времени Потратил зря На пустые вещи На пустые увлечения Все это Толстой Рассматривает Беспощадно Но Самое важное В ней Этого исповеди Льва Толстого Он не делает Шага К Христу Окончательно Он осуждает Свое прошлое Перебирает Свою жизнь Под таким вот Влиянием Под напором Чувства покаяния Но Не происходит у него Полного обращения Да Нет Полной отдачи Христу Нет Принятия Христа Личного Спасителя И Бога В этом Трагедии Льва Толстого Но В исповеди Своей И Свою Душу Он выразил И Суть тех Процессов Которые В обществе Происходили Тоже Движение К покаянию Ну и В литературе В искусстве Появился Такой Новый тип Новый герой Которого Так и назвали Кающийся Дворянин Кающийся Дворянин У Достоевского В его Произведениях У Льва Толстого Там в романе Воскресенье Князь Нехлюдов Один из таковых Большое дело Начинается С малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте 3wtvseminary.com Вот видите Какая Многомерная Картина Складывается Связанная С причинами С предпосылками Пробуждения Так что Если мы Собираемся Проанализировать И подумать Вот над этой темой Как Когда В каких обстоятельствах Пробуждение Происходит В той или иной Стране Надо учитывать Многие факторы Не какой-то Один там Единичный А Многие Вот наша Современная Ситуация Тоже Очень сложная Была Некоторая Вспышка В начале 90-х Годов Некоторые Движения Это нельзя Назвать Наверное Пробуждением Большим Но Был Некий Всплеск А потом Вдруг Заглохло Почему Надо Думать Над причинами Кто здесь Виноват Как бы Волод Полный Волод До того С того С того С того С того Была Возможность Людям Размышлять Но Мир Все равно Своими Проблемами С вами Вот этими Красными Он Привел Людей Не Бог Привел А Мир Привел То есть Вот это Существование Другая Как говорится Идеология Захватила Умы И сердца Людей Прибыль Высокие Доходы Ждут вас Бизнес Источники Для бизнеса Реклама В этом направлении Действует На подсознание Ну Может быть Со временем Когда люди Поймут Что все Это Прах Тлен И суета Тогда Может быть Снова Будет Всплеск А Пока Коль Такие Возможности Открылись Погоня За модой Погода Погоня За прибылью За внешним Это Один из Таких Отвлекающих Моментов Открылся Продолжение следует...